Естественно, я начинаю снимать ролик, значит там что-то будет за окном непонятное происходить. Вот реально, вот просто в ту же самую секунду, как я сказал первую фразу, там начали сверлить. Это жизнь какая-то. Всем привет, меня зовут Павел, и да, я знаю, какое бурление вызывают ролики на подобную тематику. Я готов, наверное. Если беглым взглядом оценить большинство роликов о бодипозитиве и внешности в целом, то можно заметить. Это что еще такое? Что поддержку аудитории вызывают видео двух типов. В первом автор, там чаще всего авторка, говорит о том, какое это невероятное движение, и она обеими руками, ногами, волосами на всех частях тела за него. Вторую же группу составляют ролики с криками о немытых волосатых 300-килограммовых женщинах, незнакомых с личной гигиеной. Это что, зубная щетка? Не знаю, получилось ли у меня изобразить 300-килограммовую женщину. И в комментариях все радостно кидаются какашками, наглядно демонстрируя, что нет, конечно, никакого фэтшейминга и лукизма в нашем обществе не существует. Сарказм. Я решил записать этот ролик не потому, что мне очень хочется поговорить с вами об этом движении, и вот я сейчас прям глаза вам на все открою. Мне просто давно хотелось выпустить видео о том, насколько современное общество зациклено на внешности. Зациклено – это прям, по-моему, очень подходящее слово. И рассмотреть эту тему мне кажется логично именно в союзе с бодипозитивом, потому что само движение явилось неким ответом на одержимость красотой. И да, на всякий случай отмечу – все, о чем я буду говорить в этом ролике, является исключительно моим мнением и не претендует на звание истины. Все. Рассмотрим два основных положения, которые в сознании общества тесно связаны с бодипозитивом. Мое тело – мое дело, и все тела прекрасны. Я искренне считаю, что человек имеет полное право выглядеть так, как ему хочется. Если 30 лет я не занимался спортом, это касается исключительно меня. Вам от этого ни горячо, ни холодно. Если теперь я тягаю штанги в качалке практически каждый день, да, я знаю, что по мне этого не скажешь, но тем не менее. Это точно так же не имеет к вам никакого отношения. И появились у меня кубики пресса. Да, да, они появились. Или у меня совершенно бесформенный живот – это никак не описывает меня как личность. Высокий или низкий, худой или полный, со шрамами или ожогами, с двумя руками или без рук, с синими или зелеными волосами. Я точно такой же человек, как и все остальные. Моя внешность не характеризует меня как специалиста, собеседника, друга, человека. Ну, вообще-то, если ты запустил свое тело, это говорит о том, что ты лентяй и жиробас. Ну, в твоем случае, задохлик и очкарик. Да, особенно лентяйками являются женщины, которые только что стали мамами. И они борются с тем, что у них весь гормональный фон перестроился. Блин, такие ленивые! Огромное количество людей сталкивается с тем, что общество пытается их впихнуть в какие-то непонятные рамки. По совершенно дебильным причинам сейчас социально приемлемыми считаются те люди, которые соответствуют миллиону надуманных характеристик. И которые, по факту, никакого влияния на жизнь не оказывают. Кому стало хуже от того, что у Маши есть горбинка на носу? Вот от того, что Катя с идеальным шнобелем родила ребенка в 15 и оставила его в детдоме, проблемы точно появились. Многим людям приходится бороться с насмешками и издевательствами просто потому, что у них есть пара лишних сантиметров. Или наоборот, они где-то там чего-то не добрали. Ты носишь очки? У тебя прыщи! Ты чё, инвалид? Вообще умора! И именно в бодипозитиве подобные люди и находят поддержку. Эээ, не те, кто издеваются. Человек учится принимать себя со всеми своими физическими особенностями. Бодипозитив возвращает личности власть над своим телом. Только ты решаешь, брить эти несчастные подмышки или нет, о которых столько копий было сломано. Краситься или проколоть себе нос. Заниматься спортом или побриться на лысо. Всё зависит от тебя. И вот после всего этого спича, вы, наверное, могли предположить, что я активно поддерживаю бодипозитив. Но тут нужно вспомнить вторую фразу. Все тела прекрасны. И возможно это вызовет шок, но я не считаю, что все люди красивые. Да, некоторые люди кажутся мне некрасивыми. Например, я. Только вот мне пофиг на это. Внешность для меня совершенно неважная характеристика. Единственный момент, где она действительно играет какую-то роль, это половые отношения. А если мы с вами не планируем джага-джага, то мне вообще наплевать, как вы выглядите. И то красота и сексуальность это разные вещи. Бревнышком можно лежать и с параметрами 90-60-90. И вот тут для меня скрывается один из главных парадоксов. Я точно так же не считаю, что все люди умные. Я не думаю, что у каждого из нас идеальный голос и слух. Просто если все вокруг красавцы и красавицы, тогда логично признать, что это шикарный голос. А что? Она с таким голосом родилась. И кому-то он наверняка нравится. Вы что, оцениваете людей по вокальным данным? Это, между прочим, аудизм. Можно так сказать? Ну, если по внешности лукизм, то по голосу. Что это будет? Аудизм? Я только что придумал новый вид дискриминации. Возьмите на вооружение. В каком-нибудь паблике о бодипозитиве тебя вполне могут назвать тупым мужланом и идиотом. И это вроде как норм. Не все же люди умные. Но если ты посмеешь усомниться в красоте чьего-то тела, то ты тут же улетишь в бан. Внимание! Не оскорбляешь чью-то внешность. Нет. Хотя, по факту, человек рождается с определенными умственными способностями, внешностью, голосом. И если нет каких-то прям серьезных врожденных проблем, то все три характеристики при желании можно усовершенствовать. Можно лечь на стол пластическому хирургу, оттяпать себе половину носа, после этого сесть на жесточайшую диету, получить награду гастрит. Бонусом пойдет расстройство пищевого поведения, но зато ты все-таки приблизишься к этому желаемому идеалу. Можно и ночи напролет заниматься вокалом с преподавателем. Соседи будут в восторге. И, возможно, рано или поздно ты даже что-нибудь испоешь. Лучше не надо. И, естественно, никто не отменял книги, самообразование, репетиторов. Умнее тоже можно стать. Но что-то я не слышу криков о том, что все одинаково умные. И как-то вы смеете утверждать, что Монсеррат Кабалье поет лучше Оленьки Бузовой. Это ее голос. А значит, он прекрасен. Это я сейчас о Кабалье. И вот тут очень важный момент. Да, у меня есть определенные эстетические предпочтения. Это нормально. Где там Малышева, когда она больше всего нужна? А вот если я начну требовать, чтобы все вокруг им соответствовали, это уже совсем другое дело. А уж унижать других на основании того, что они якобы оскорбляют твои эстетические чувства, это уже вообще финиш. Разобрались? Я не считаю, что все вокруг красавцы. И я не буду писать в комментариях под фотографии с огромными прыщами. Сейчас вот дословные цитаты из паблика будут. У тебя такие красивые прыщи, прямо как Млечный Путь. Или портретом женщины, далеко за 100 килограммов. Всегда хотела себе такие складочки. Так и хочется закопаться в твоем теле. Но при всем при этом, я никогда не позволю себе негативный комментарий о чужой внешности. Потому что не мое тело, не мое дело. И да, пожалуй, единственная ситуация, в которой меня действительно может напрягать чужой внешний вид, это когда в общественном транспорте на мое место залезает чья-то нога, чей-то бок, чья-то рука. Вот тут действительно я буду недоволен. Но больше мне ничего в голову не приходит. Вот только не надо сейчас о запахе, поте и так далее. Все зависит от гигиены. Извините, и от маленького ребенка. Не знаю, там 5-6 лет может так пахнуть, что весь вагон зашатается. Поэтому если человек знаком, извините, там с душем, мылом и со всеми другими достижениями человеческой мысли, то совершенно не важно, сколько он весит, если он следит за своей гигиеной. Поэтому вот это все от всех полных пахнет, все худышки такие великолепные. Нет, господа, это не так работает. Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое, и какой-то там гребешок, и по-моему зубной порошок. Я, честно говоря, подзабыл уже эти строки. Мне безумно обидно, что красота стала краеугольным камнем общества. Многие люди идут просто вот на дикие жертвы, лишь бы услышать эти самые магические слова. Ты красива, а еще ты тупа. Но главное, что красиво. Мне действительно не хватает ресурсов, которые пропагандировали бы не то, что все прекрасны, или наоборот, только люди с подтянутыми спортивными телами заслуживают уважения. А внешность всего лишь оболочка. И на ней одной далеко не уедешь. Хотя топ-модели могут со мной поспорить. Безусловно, глупо отрицать, что красота открывает многие двери. Но мысль о том, что красивый человек равен счастливому, в корне не верна. Вот докажу всем вокруг, что я красавец и заживу. Да, если ты обладаешь приятной внешностью, у тебя будет больше лайков в инстаграме. Хотя, а что еще для жизни-то надо? И партнера на одну ночь ты тоже легко найдешь. Заодно пофоткаетесь на другой сайт. Но к таким понятиям, как любовь или дружба, красота имеет очень опосредованное отношение. Если вообще имеет. Если бы все зависело исключительно от внешности, мужчины не изменяли бы супермоделям и секс-бомбам. Значит, кроме идеальных параметров и правильных черт лица, есть что-то еще. И вот именно это что-то и выходит на первый план буквально через пару часов общения. Если ты интересный собеседник и верный друг, мне будет глубоко наплевать, бритые у тебя подмышки или нет. На наше восприятие человека очень влияет отношение. Никто не будет оценивать друга по внешности. Пойду поделюсь секретом и попрошу советы у Иры, потому что у нее талия 60 сантиметров. И ничего, что она тупая, как пробка. Талия это 60. Любой адекватный человек, а не адекватному вы все равно ничего не докажете. От таких бежать надо, а не разглагольствовать, что мое тело мое дело. Любой адекватный человек будет оценивать врача по его квалификации, а не потому есть у него шрамы или нет. Ой, у вас нет пресса. Извините, вы нам не подходите. Мы лучше к другому стоматологу обратимся. Очарование внешностью проходит очень быстро. И если человек ищет, извините, не приключения на одну ночь, то на первый план будет выходить совершенно не красота. Говорят ли сейчас об этом? Нет. Девочки уже лет с 11 сидят на жесточайших диетах, потому что девочка должна быть красивой. Это же, блин, самое важное. Парни толпами идут заниматься на турник, но при этом некоторые из них вот буквально двух слов связать не могут. Но кому это надо, если у них есть пресс? Так что давай, Жируха, худей ради меня. Предпродажная подготовка идет полным ходом. Заходишь на страницу фитоняшки. Сплошные голые попы, фоточки в белье. Заходишь в инстаграм активистки бодипозитива. Голые попы, фотки в белье, а еще волосы. И там и там все посты о внешнем виде, теле, красоте, но, естественно, раз в два месяца появляется мотивирующая цитатка о том, что... Внешность не важна. Да, только все обсуждение в твоем блоге вокруг нее и крутится. И получается, что это как два конца одной и той же палки. Только фитоняшка должна пройти сто кругов ада, похудеть, набрать, накачать, сбросить. И вот только после всех этих манипуляций она наконец-таки сможет назвать себя красоткой. А бодипозитив тебе сразу же говорит, ты прекрасна. А теперь давай докажем всему миру, что это так. Ну-ка, фотографируй свои подмыхи. И там и там комментарии из серии. Вот это попа! Но дальше рассуждения как-то не идут. Что с попой началось, попой и закончится. Цитаты великих людей. Вот именно поэтому я и не могу назвать себя апологетом бодипозитива. Я научился принимать внешность других людей как данность. Ну, есть и есть. Мне не нужно, чтобы меня считали красивым. Это, конечно, приятно, но в человеке другие качества важны. Но я отлично понимаю, что люди, которые борются сами с собой. Которые не могут посмотреть на себя в зеркало. Которые подвергаются нападкам из-за внешности. Именно бодипозитив позволяет найти мир. А значит, он нужен. Только вот, когда ты поймешь, что ты красавица. И удостоверишься, что волосы на теле это нормально. Очень важно, чтобы кроме этой самой красоты и волос под мышками. Тебе было, что еще предоставить этому миру. Потому что, что подтянутая. Что дряблая попа. В конечном счете. Всего лишь попа. Шейк, шейк, шейк затес. Пойду поделюсь секретом и попрошу совет у Иры. Потому что у нее талия 90 сантиметров. Ой. Талия должна быть 60. Ты не попал в инстаграм моих мыслей. Главный секрет пени Ольги Бузовой. Не раскрывать до конца рот. Ты не попал в инстаграм моих мыслей. У меня неплохо получается. Кто-нибудь подарите мне табличку сарказмом. Реально буду очень благодарен. Я не буду писать в кофин... В кофинта... В кофинтариях? Но зато ты все-таки приблизишься к этому... То ты приблизишься к идеалу... Все.